С днем рождения! С днем ангела, дорогие имениники! Сердцу человеческому очень трогательна история евангельская, вернее, притча евангельская о добром пастыре, который готов оставить 99 овец незаблудших и пуститься в долгое странствование, ища одну заблудшую, может быть, израненную, попавшую в беду. Он берет ее на плечи и возвращает к стаду. Образ доброго пастыря появляется в раннехристианском искусстве в катакомбах, в изображениях. И вообще эта мысль согревает человеческое сердце. Человеколюбие Христа Спасителя, который пришел в мир спасти заблудшего человека, в течение многих веков подвигало многие сердца на подобные дела, на подражание своему Спасителю. Вот одна из таких историй, которая связана с сегодняшним днем. Церковь совершает память праведного Авраамия и его племянницы Марии. Имена эти нам известны. Авраамий или Авраам, отец многих народов, Мария, великая госпожа. Авраамий был другом и современником Ефрема Сирина. Он жил в Сирии, был подвижником более 50 лет. Он прожил в трудах и подвигах, имел власть над нечистыми духами, был известен как муж благой и близкий к Господу. У него была племянница Мария, которая также подражала дяде в подвигах самовмерщвления, в молитве. Однако случилось так, что эту голубку проглотил лукавый змей. А именно, один, как говорится в житии Дмитрия Ростовского в его книге, монах, не по жизни монаха, по имени и одежде, он прелестил Марию, в ответ прелестившись ее красотою, соблазнил ее, растлил. И после этого она боялась оставаться, стыдилась близ своего дяди, ушла в мир и долгие годы провела, живя как блудница. Авраамий узнал об этом и пошел ее искать. Никуда не выходивший долгие годы ради подвижничества, он пошел в мир для того, чтобы найти свою племянницу. Он надел такую одежду, которая скрывала бы его лицо, купил воинскую, собственно, одежду и пошел с ней, обходя различные трактиры, гостиницы. В одном из них нашел он свою племянницу. Он дал гостиннику денег для того, чтобы остаться с нею на ночь. Тот усмехнулся в виде его старости, подумал, что вот старику нужны еще плотские утехи. Авраамий призвал к себе в комнату Марию, та не узнала его. Он дал ей денег, заказал вина и стал с ней беседовать. Мария, по обычаю, усвоенному ей уже в этом новом виде жительства, подошла к нему, села на колени и обняла его за шею. В это время, пишется в житии, она ощутила благоухание святыни, святости от его изможденного в постах и трудах тела, ощутила тут аромат святости, может сказать, благодать Духа Святого, исходящую от этого человека, и вспомнила о том, как она жила когда-то. Она сошла с его колена, стала плакать, и после этого Авраамий открылся ей. Она не могла смотреть на его глаза от стыда и всю ночь провела у его ног в слезах. После этого она принесла ему деньги накопленные, различные одежды дорогие, которые собрала себе за это время, и все это они сожгли, а часть выбросили. После этого Авраамий забрал ее обратно в пустыню, где прожил несколько лет еще до своей смерти в подвигах и отошел к Богу. Через несколько лет в молитве и покаянии представилась вскоре и племянница его Мария. Эта история говорит нам о том, как дорога душа человеческая, говорит нам о том, что человек может всегда отменить любое правило жительства, любые внешние установления для того, чтобы пойти и спасти того, кого он может или должен вытащить из рова погибели. Поздравляем носящих имя Авраамия, поздравляем носящих имя Марии и поздравляем сегодня также длинный список именинников Николая, Косму, Виктора, Наума, Филиппа, Ивана и Агафию. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах!